Очень важно договориться, о какой инклюзии идет речь, потому что приходится сталкиваться с ситуацией, когда очень часто понятие инклюзии сводится к образовательной инклюзии. Причем к инклюзии исключительно в школу для типично развивающихся детей. На мой взгляд, в основе любого инклюзии лежит общность интересов того ребенка, которого инклюзируют, и той среды, в которой его инклюзируют. И поэтому здесь нужно сразу разграничить, что помимо образовательной инклюзии есть инклюзия семейная. Как мы будем решать вопрос образовательной инклюзии, если в семье ребенок сыт, одет, обут, но тем не менее участие в жизни семьи не принимают. Это может быть не только образовательная инклюзия, но инклюзия, например, группы по интересам. У нас есть ребенок, который великолепно занимается в кружке робототехники, а тем не менее в классе для него все чуждо. Он не может понять тех интересов, которые свели этих детей вместе в один класс. Опять же образование кончается. Ну, со сколько там? 18-21 год. Ну, пусть он, как Карл Повик говорит, 25 лет, если надо. Но ведь дальше-то жизни больше. И поэтому, если у нас не будет социокультурной инклюзии, не будет заложена база для производственной инклюзии, то, наверное, мы что-то не делаем. Тем более, что статистика, которая показывает, что у нас процент получивших образование хорошее, большой процент людей, которые могут жить независимо, меньше, а процент людей, которые получают достойную работу, еще меньше. Наверное, это заставляет задуматься о том, на чем мы должны акцентировать внимание, на что направить свое усилие, прежде всего. А инклюзия? Инклюзия, на мой взгляд, если она происходит, ну, например, в среду для интеллектуально трудных детей, это тоже инклюзия. Или вот возьмите, например, в Пскове у Андрея Михайловича Царева. У него вопрос об инклюзии в нормальную среду не стоит. Но если ребенок даже в среде таких же, как он, начинает взаимодействовать, это тоже шаг к инклюзии. Поэтому нужно договориться сначала, о чем идет речь. Субтитры создавал DimaTorzok